Октябрь Катерине Петровне становилось тяжелее просыпаться по утрам И были все тоже Комнаты, запах нетопленных печей, пыльный вестник Европы Пожелтевшие чашки на столе и давно нечищенный самовар И картина на стенах Может, в комнатах было сильно сумрачно А у глазах Екатерины Петровны появилась темная вода Или, может, картины потускнели от времени Но на них ничего не забыла разобрать Художник вернулся из Петербурга в свое родное село Жил на покое и занимался садом Писать он уже не мог Дрожала рука, да и зрение ослабло Часто болели глаза Дом был, как говорила Катерина Петровна, мемориальным Он находился под охраной областного музея Но что будет с этим домом, когда умрет она Последняя его обитательница Катерина Петровна не знала В селе называлось оно Заборье Никого не было, с кем бы можно было поговорить О картинах, о петербургской жизни О том лете, когда Катерина Петровна Жила с отцом в Париже И видела похороны Виктора Гюго Не расскажешь же об этом манюшке Дочери соседа, колхозного сапожника Девочке, прибегавшей каждый день Чтобы принести воды из колодца Поставить самовар, подвести полы Катерина Петровна давала манюшке за услуги Сморшенные перчатки Страсовые перья Стеклярусную черную шляпу Да что это мне? Шрипло, спрашивала манюшка И шмегала носом Ты пищница я, что ли? А ты продай, шептала Катерина Петровна Вот уже год, как она ослабела И не могла говорить громко Ты продай Сдал в утиль, решила манюшка Забирала все и уходила Изредка заходил сторож При пожарном сарае Тихон, тощий, рыжий Он еще помнил, как отец Катерина Петровна Приезжал из Петербурга Строил дом, заводил усадьбу Тихон был тогда еще мальчишкой Но почтение к старому художнику Сберег на всю жизнь Глядя на его картины Он громко вздыхал Работа натуральная Тихон хлопотал часто бестом От жалости он все же помогал по хозяйству Рубился на засохшие деревья Перилах, колонны, дрова И каждый раз уходя Останавливался и спрашивал Катерина Петровна Что ты, Тиш? Да это я хворост на Ростовку принес И в доме теплее, и сад чище Катерина Петровна, не слышно, Настя Пишет чего, аль нет? Ну что, Катерина Петровна Настя пишет чего, или нет? Катерина Петровна сидела на диване Маленькая, сглорбленная И все перебирала какие-то бумажки В рыжем кожаном редикюре Тихон долго сморкался, топтался у порога Ну что, говорил он, не дождаясь ответа Я, пожалуй, пойду, Катерина Петровна Иди, Тиша, говорила Катерина Петровна Иди, Бог с тобой Он уходил осторожно, прикрыл дверь А Катерина Петровна начинала тихонько плакать Ветер светлел за окнами В голых ветх сбила последние листья Керосиновый ночник, здоровый на столе Он был, казалось, единственным живым существом в покинутом доме Без этого слабого огня Катерина Петровна не знала бы Когда жить до рассвета Ночи были уже долгие, тяжелые, как бессонница Рассвет все больше медлен Все запаздывал И нехотя сочусь с немутые окна Где между рам еще с прошлого года Прохпуха лежали когда-то желтые, осенние А те расслевшие и черные листья Настя, дочка Катерина Петровна Единственный родной человек, жила далеко, в Ленинграде Последний раз она приезжала, три года назад Катерина Петровна знала, что Настя теперь не до нее старухи У них у молодых свои дела, свое счастье, свои непонятные интересы Лучше не мешать Поэтому Катерина Петровна очень редко писала Насте Но думала о ней все те дни Сидя на краешке продавленного дивана Так тихо, что даже мышь, обанутая тишиной Залазилась за печи, становилась на задние лапы И вынюхивала застоявшийся воздух Писем от Тасти не было Но раз в два-три месяца молодой веселый почтер Тихон Приносил Катерине Петровне перевод в 200 рублей А он осторожно придерживал Катерину Петровну за руку Чтобы она не расписалась там, где не нужно Катерина Петровна Катерина Петровна Катерина Петровна Катерина Петровна Катерина Петровна Катерина Петровна Затем она надевала очки и перечитывала несколько слов На почтовом переводе Слова были все одни и те же Столько дел, что не было времени не то, чтобы приехать А даже написать настоящее письмо Катерина Петровна Катерина Петровна Катерина Петровна Катерина Петровна Катерина Катерина Петровна 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 Работ было много. Устройства выставок, конкурсов, все это проходилось в ее руки. Письмо от Катери Петровны Настя получила на службе. Она, петля в сумочку, не читая, решила протесть после работы. Письма Катери Петровны вызывали в Насте вздох облегчения. Размер петля, значит, жива, но вместе с тем от них заделось глухое беспокойство, будто каждое письмо было безмолвным укуром. После работы Насте надо было застить в мастерскую молодую скульптуру Тимофеева, посмотреть, как он живет, чтобы доложить об этом правлению Союза. Тимофей вжался на ход в мастерской и вообще на то, что его затирают и не дают развернуться. На одной из площадок Настя достала зеркальце, напудрилась и усмехнулась. Сейчас она нравится самой себе. Художники звали ее Сальвейка. Зарусые волосы и большие холодные глаза. Открылся сам Тимофеев, маленький, решитель и злой. Он был в пальто, шею он замотал огромным шарфом, а на его ногах Настя заметила дамские фетровые боты. Не раздевайтесь, буркнул Тимофеев, а то замерзнете, прошу. Он провел Настю по темному коридору, поднялся вверх на несколько ступеней и открыл узкую дверь в мастерскую. Из мастерской пахнуло чадом. На полу, около бочки с мокрой глиной, горела керосинка. На станках стояли скульптуры, закрытые сырыми тряпками. За широким окном косы летел снег, заносил туманом небу, таял в ее темной воде. «Боже мой, какой холод!» — сказала Настя. Ей показалось, что в мастерской еще холоднее от белых мраморных барельефов, беспорядка и развешанных по стенам. «Вот полюбуйтесь!» — сказал Тимофеев, пододвигая Насте испачканное глиной кресло. Непонятно, как я еще не издох в этой оберлоге. А у першина в мастерской от колориферов дует теплом, как из Сахары. «Вы не любите першина?» — осторожно спросила Настя. «Выскочка!» — сердится, сказал Тимофеев. «Ремесленник! У его фигур не плечи, а вешалки для пальто. Его колхозница — каменная баба в подогнутом фартуке. Его рабочий, похож на неандертальского человека, лепит деревянной лопатой. А хитер, милая моя, хитер, как кардинал!» «Покажите мне этого гоголя!» — попросила Настя, чтобы переменить разговор. «Перейдите!» «Нет, не туда! Вон в ту сторону!» «Так!» Он снял с одной из фигур мокрые тряпки, придирчиво осмотрев ее со всех сторон. Он присел на корточке луковой керосинки, грея руки, и сказал. «Вот он, Николай Васильевич, теперь прошу!» Настя вздрогнула, но смешливо знаю ее насквозь. На нее смотрел остроносый, судовый человек. Настя видела, как на ее войске бьется тонкая склеротическая ожилка. «А письмо-то в сумочке не распечатанное?» Казалось, говорили сверлящие гоголевские глаза. «Эх ты, сорока!» «Ну что?» — сказал Тимофеев. «Серьезный дядя, да?» «Восхитительно?» — с трудом сказала Настя. «Это просто великолепно!» Тимофеев громко засмеялся. «Превосходно!» — повторил он. «Все говорят превосходно! И Першин, и Матьящ, и всякие знатоки из всяких комитетов. А толку что? Здесь превосходно, а там, где решается моя судьба как скульптора, там тот же Першин, только не придет нахмыкает. «О Першин, и Мать, ну, значит, конец, ночи не спишь!» — сказал Тимофеев и забегал по мастерской, топая ботами. «Ревматизм! В руках от мокрой глины! Три года читаешь каждое слово о Гоголе! Свиньи рыло снятся!» Тимофеев поднял со стола грудокник, потряс ими в воздухе, и силой швнул обратно. Со стола полетела гипсовая пыль. «Это все о Гоголе!» — сказал он, и вдруг успокоился. «Что? Я, кажется, вас напугал? — Простите, милая, но ей-богу, я готов драться!» «Значит, будем драться вместе!» — сказала Настя и встала. Тимофеев крепко пожал ей руку, а она ушла. С твердым решением во что бы то ни стало вырывать этого талантливого человека из безызвестности. Настя вернулась в союз художников, пошла к председателю и долго говорилась им, горячилась, доказывала, что нужно сейчас же устроить выставку работ Тимофеева. Председатель что-то долго прикидывал, но в конце концов согласился. Настя вернулась домой в свою старинную комнату на мойке, слепым, золоченным потолком, и только там прочла письмо Катерины Петровны. «Куда там сейчас ехать?» — сказала она и встала. Она подумала о переполненных поездах, пересадке на узкоколейку, треской телеги, засохшем саде, неизбежных материнских слезах, у тягучей, ничем не скрашенной скуки, сельских дней, и положила письмо в ящик возле письменного стола. Две недели Настя возилась с устройством выставки Тимофеева. Несколько раз за это время она ссорилась и мерилась с неуживчивым скульптором. Тимофеев отправил свои работы так, как будто обрекал их на уничтожение. Ненаглядная моя, приезжай хоть на день, дай поглядеть на тебя, подержать твои руки. Приезжай хоть на день. Ну, куда там сейчас ехать? Разве вырежешься от этих беспомощных гений? Настоящие дети. Настя сначала приходила в отчаяние и обижалась, пока не поняла, что все эти каприсы отрежженные гордостью и что они наиграны. И в глубине души Тимофеев очень рад своей будущей выставке. Выставка открылась вечером. Тимофеев злился и говорил, что нельзя сметить культуру при электричестве. Мертвый свет, ворчал он, убийственная скука, керосины то лучше. Так какой же свет вам нужен? Невозможный его тип. Спылила Настя. Свечи нужны, свечи! Страдачески закричал Тимофеев. Как же можно Гоголя ставить под электрическую лампу? Абсурд! На открытии были скульпторы. Художники, непосвященные, услышав разговоры с скульптором, не всегда вымог догадаться, хвалят ли они работу Тимофеева или ругают. Но Тимофеев понимал, что выставка удалась. Седой спыльчивый художник подошел к Насте и похлопал по руке. Благодарю! Слышит, а выглядели Тимофеева на свет божий. Прекрасно сделали, а то у нас, знаете, много болтачек. О внимании художнику, о заботе, о чуткости, о как дойдет на дело, натыкается на пустые глаза. Еще раз благодарю. Началось обсуждение, говорили много, хвалили, горячились, но мысль, брошенная старым художником, о внимании к человеку, заслужена забытому скульпторе. Тимофеев сидел нахохлевшись, рассматривая паркет, но все же искосо поглядывал на выступающих. Не знаю, можно ли верить, или пока еще рано. В дверях появилась курящая союза, добрая и бестолковая Даша. Наделала Насте какие-то знаки. Настя подошла к ней, и даже, ухмыляясь, подала ей телеграмму. Настя вернулась на свое место, незаметно оскорила телеграмму, кричала и ничего не поняла. Катя помирает. Тихо. Какая Катя? Простеренно подумала Насте. Какой Тихо! Должно быть, это не мне. Она посмотрела на адрес. Нет, телеграмма была ей. Тогда только она заметила тонкие печатные буквы на бумажной ленте в заборе. Настя скомкала телеграмм и нахмурилась. Выступал перший. В наши дни, говорил он, покачиваясь и придерживая очки, а забота о человеке становится той самой реальностью, которая помогает нам расти и работать. И я счастлив. Отметить среди, среди скульпторов и художников проявление этой заботы. Я говорю о выставке работы товарища Тимофеева. Этой выставкой мы целиком обязаны. Да не в обиду будет сказано нашему руководству, одной из рядовых сотрудниц союза, нашей милой Анастасии Семеновне. Перша поклонилась Насте. Все зааплодировали. Аплодировали долго. Настя смутилась до слез. Настя трогал кто-то за руку. Это был старый спутчивый художник. Он посмотрел на скомку на телеграмму в руке Насте. Ну что, ничего неприятного? Нет, ответила Настя. Это так, от одной и знакомой. Ага, пробормотал старик и стал дальше слушать Першина. Все смотрели и слушали Першина. Но чей-то тонкий и проникательный взгляд чувствовала на себе Настя. Она с усилием подняла глаза и тотчас отвела их. На нее смотрел Гоголь, ухмыляясь. Настя выбежала, оделась и вышла на улицу. На Исаковском соборе выступила серая Измарис. Небо опускалось на город, на Настю, на него. Ненаглядная моя, зиму эту я не переживу. Приезжай хоть на день, дай поглядеть на тебя, подержать твои руки. Неужели поздно? Я ее, наверное, не увижу. Старая стала и слова до того, что тяжело мне не то, что ходить, а даже сидеть и лежать. Смерть забыла ко мне дорогу. Ненаглядная моя, вспомнила Настя недавнее письмо. Ненаглядная. Настя села на скамейку в сквере около Дмиралдейства и начала горько плакать. Снег таял на лице, смешивался со слезами. Вдруг Настя вздрогнула от холода и поняла, что никто ее так сильно не любил, как эта дряхлая, брошенная всеми старуха там в скучном заборе. Поздно. Маму, я же ее вижу, сказала она про себя и вспомнила, что за последний год она впервые произнесла это детское, милое слово. Мама. Настя вскочила, быстро пошла с порочек снега к листающему лицу. Что ж, что, мама, что? Думала, она ничего не видела. Мама, как же так могло случиться? Ведь никого у меня в жизни нет, нет, и не будет роднее. Лишь бы успеть, лишь бы она меня увидела, лишь бы простила. Настя вышла на Линевский проспект, броскостанцию железной дороги. Она опоздала, билетов уже не было. Сразу нужно было сказать, подождите минуту. В тот же вечер Настя уехала. Всю дорогу ей казалось, что красная стрела едва тащится, тогда как поезд стремительно мчал за сквозь ночные леса, обдавая их паром и оглашая протяжным, предостерегающим криком. Тихон пришел на почту, пошептался с пустаром Василием, взял у него телеграфный бланк и долго, натирая рукавом усы, писал на этом бланке что-то корявыми буквами. Закончив, аккуратно сложил бланк, засунул его поп-шапку и поплес о Катерине Петровне. Катерина Петровна не вставала уже десятые сутки. Ничего не болело, но обморочная слабость давила на грудь, на голову и тяжело было вздохнуть. Манютка шестые сутки не отходила от Катерины Петровны. Не раздеваясь, спала на продавленном диване, а иногда ей даже казалось, что Катерина Петровна уже не дышит. Тогда она испуганно хныкала и звала «Живая!» Катерина Петровна шевелила рукой под одеялом и Манюшка успокаивалась. По вечерам в доме царила ноябрьская темнота. Но было тепло, Манюшка топила печку. Когда веселый огонь освещал бревенчатые стены дома, Катерина Петровна осторожно вздыхала. От огня комната делалась уютной, обжитой, какой была давным-давно еще при Насте. Катерина Петровна закрывала глаза и из них выкатывалась и скользила по желтому виску, запутываясь в седых волосах. Одна единственная слезинка. Пришел Тихон. Он кашлял, смеркался и, видимо, чем-то был взволнован. Вася, Катерина Петровна, ничего нет? Нету. Дай-ка мне бланку. Какой бланк? Телеграм отбить надо. Так ведь ты же недавно посылал. И шо надо умол? Дай-ка мне бланку. Дай-ка мне бланку. Тихон осторожно огляделся, поправил ворот, прыгал в редкие рыжие волосы и глухим, неуверенным голосом прощал. Дождайтесь, выехала, остаюсь всегда любящая дочь, ваша Настя. Ой, не надо, тише, тихо сказала Катерина Петровна. Не надо, милый, Бог с тобою. Спасибо тебе за доброе слово, за ласку. Тихон сидел в холодной прихожей на лавочке, курил, опустив голову, вздыхал и сплел. Пока не вышла манюшка, не поманила в комнату Катерина Петровна. Тихон вошел на цыпочках и всей Петерней отер лицом. Катерина Петровна лежала бледная, маленькая, как будто безмятежно уснувшая. Вот. Ты сам прочти, бабку же читать не умеет, у ей слабость в глазах. Дожидайтесь, выехала. остаюсь всегда любящая дочь ваша Настя. Не надо, тише, не надо, милый. Бог с тобой. Спасибо тебе за доброе слово, за ласку. Мне-то ждалось, баба Антарктиан, эх, горе-горькое, страдания не писаные. А ты смотри дроск, замкнули этой мамушке, за добро, плати добром, не путь пустялькой. Сиди здесь, а я сбегу, сельсовет доложу. Он ушел, а мамушка сидела на табургете, подав колени, тряслась и не мигая смотрела на Катерину Петровну. Хранили Катерину Петровну на следующий день. Подморозило, выпал тонкий снежок. День побелел, не было сухое, светлое, но серое. Словно надгул потянул вымытую подмышу холстину. Дали за рекой старались сизы, от них нело острым, веселым запахом снега, схваченным пивом, морозом и волой коры. На полных собрались старухи и ребята. Гроб на капчи несли Тихон, Василий и два брата Малявинах. Старички, будто покрытые чистой паклей. Манюшка с братом Володькой несла крышку куба и не мигая смотрела перед собой. По дороге в связь учинца. Она недавно пьетла и дала с ногу и никого еще в забое не знала. Учителька идет, учителька, зашептали мальчишки. Учительница была молоденькая, застенчивая, сероглазая, совсем еще девочка. Она увидела похороны и робко остановилась. Испуганно посмотрела на маленькую старушку в гробу. На лицо старушки падали и не таяли колки и снежинки. Там, в областном городе, у учительницы осталась мать, такая же маленькая, вечно взволнованная о заботах о своей дочери и такая же совершенно седая. Учительница постояла и медленно пошла вслед за гробом. Старушки оглядывались на нее и шептались, что вот, мол, какая тихая девушка, ей трудно будет первое время с ребятами, может, очень они в заборе самостоятельные и озорные. учительница наконец решилась и спросила одну из старух, бабку Матрёну, одинокая должно быть была эта старушка. И, милая, то сейчас запела Матрёна, почитай, что совсем одинокая и такая задушевная была, такая сердечная. Все, бывало, сидит и сидит у себя на диванчике одна, не с кем ни слова сказать, такая жалость. Есть у нее в Ленинграде дочка, да видимо высоко залетела, так вот и померла без людей, без родственников. На кладбище гроб поставили около свежей могилы, старухи кланились гробу, дотрагивались темными руками до земли. Учительница подошла и поцеловала Катерину Петровну высохшую желтую руку, потом выпрямилась и отошла к разрушенной кирпичной ограде. За оградой в легком перепархивающем снегу лежала любимая, чуть печальная, родная земля. Учительница долго смотрела, слушала, как за ее спиной переговаривали старики, как стучала по крышке гроба земля и далеко по дворам кричали разноголосые петухи, предсказывали ясные дни, легкие морозы, зимняя тишина. В заборе Настя приехала на второй день после похорон. Она застала свежий могильный холм на кладбище. Земля на нем смерзала с комками. И темная комната Катерины Петровны, из которой, казалось, жизнь ушла давным-давно. Там Настя пропакала всю ночь, пока за окнами не засинел мутный и тяжелый рассвет. Уехала Настя из-за Боря крадучись, стараясь, чтобы ее никто не увидел и не начал ни о чем расспрашивать. Ей казалось, что кроме Катерины Петровны никто не мог снять от нее неисправимой вины, невыносимой тяжести. Катерины Петровны, КОНЕЦ Ой, бабочка! Пусть я поплачет. КОНЕЦ Пущай, погорюй. Поплачет. И уедет. Ну и уедет. Зарубки на сердце остаются. Поплачет. 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 Поплачет.